всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл не спешите выключать видео и писать блин давид ты какой-то шлак рекламируешь на самом деле да китайцы мне прислали все это дело из китая но я не стал отказываться хотя у меня в день иногда бывает по 5 а то и даже больше писем и пишут основной как раз китайцы хотим вам прислать это 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 я просто ничего не беру но когда я увидел цену ребят ну чё бы вот не рассказать о наушниках за 23 доллара беспроводных чем не рассказать чё бы не рассказать о powerbank который на 20 тысяч миллиампер но честно пишут что 12 реально фактически что редкость обычно если 20 пишут и людей обманывают здесь же реально пишут 20 но доступно 12 я упроверил действительно заряжает очень неплохо с индикацией чё бы не рассказать о наушниках за 25 долларов которые звучат конечно средненько но за такие деньги на алиэкспресс почему бы нет поэтому налить себе чашечку чая если вы пьете чай там не знаю кофе и приятного просмотра расскажу об этих гаджетах стоит ли покупать за такие небольшие деньги и они обещают кстати большие скидки еще поэтому ссылку я оставлю может быть вы попадете если будете конечно покупать все это еще дешевле купите притом на алиэкспресс не какой-то левый магазин чистый приятный известный нам в россии ну те кто из россии меня смотрят и других стран тоже алиэкспресс погнали первое вот прям прям меня удивили удивили наверное все таки качеством звука потому что я ожидал какого-то отстоя сразу забегая вперед скажу что вот эти наушники беспроводные подороже вообще ну так так как гарнитуру больше использовать либо игрушечки поиграть фильм посмотреть но вот эти конечно же в этих беспроводных наушников которые вот с таким ободком все очень культурно при том они не сэкономили и здесь есть магниты чтобы наушники не болтались если вы спортом может занимать ну просто ходили они вот так чашечки соединяются здесь магнит и знаете в ушах сидят нормально хоть и выглядят большоватыми не выскакивают при ходьбе бегать с ними не бегал честно скажу здесь сильно не мешают на морозе конечно когда подключил только показалось что они холодноваты но потом привык и вполне себя комфортно ходил конечно в них есть микрофон я разговаривал по ним ответить на вызов можно есть кнопка есть кнопки громкости и удерживая ее долго переключаешь следующий трек соответственно назад удерживает долго предыдущий трек включение паузы микрофон все как и есть но за 23 бакса микрофон вот здесь звук конечно не хватает средних частот не хватает конечно высоких частот. Но басы на удивление ничего. То есть музыку такую ну а-ля танцевальную что-то такое. Попсу грубо говоря. Вполне себе нормально. Комфортной громкости хватает. И в метро даже хватает. Что удивительно. Хорошо все. Не подумайте, что я их как-то очень сильно расхваливаю. Но вот это за 23 доллара очень хорошая покупка. Может быть есть и предложение лучше. Но я ими доволен. Вот реально доволен. Производитель заявляет. Время разговора аж до 8 часов. Прослушивание музыки до 10 часов. Это реально хорошие цифры. А зарядку обещает быстро. Я не проверял прям, что 10 часов они музыку у меня не играли. По ощущениям там не разряжается через 2-3 часа. На чем уже спасибо. Поэтому откладываю их в сторону. Еще раз покажу. Вот так они выглядят. Такой большой ободок. Можно просто смело положить в карман. Все собрано хорошо. Бренд новый. Скорее всего они просто выходят на рынок. Поэтому дают такие низкие цены. Если завоюют рынок, ну люди будут покупать, будут хорошие отзывы, то наверное будет дорожать. Но пока очень годно. Если можно выразить так, годно. Следующие наушники. Это уже наушники беспроводные с возможностью проводного подключения. 3,5 мм разъем. 25 долларов все удовольствие. Но вот тут конечно звук печальный. Вот и в фильм смотреть да. И мне кажется такие наушники для музыки покупать стоит только тем, кто ну просто совсем не отличает. Для тех людей в этом ничего плохого нет. Кто например берет комплектные наушники стоимостью, там несколько центов в себестоимости, слушает и говорит, у меня все отлично звучит. Как бы все мы люди разные. Я например там совершенно не понимаю искусства. Когда я смотрю картины, мне кажется это дичь, бред. Все эти Ван Гоги. Мне кажется это полный трэш. И люди, извините, ну не буду. Ну я не понимаю в этом совсем ничего. И это нормально. Также кто-то не понимает звуки, не понимает о чем я рассказываю, какие-то частоты. Короче, музыку слушать некомфортно. Частоты все порезаны как сквозь вату. Все плохо. Но в фильм более-менее ничего. Игрушечки более-менее ничего. Я запускал паб через них, кстати. И знаете нормально. Я думаю будет какой-то провал. Но ничего. Соединяет, цепляет без проблем. По блютуз соединяется. Версия блютуз у обоих наушников четвертая, разумеется. Поэтому откладываем их в сторону. Больше сказать про них нечего. Через них я звонок также сделал. Проверил. Кстати, изолируют неплохо. Не так. В метро я бы не советовал. Но все равно изоляция какая-то есть. Амбушюры мягкие. Ну, относительно. И если у вас большая голова, как у меня, то нормально. Не давят сильно. Но дешевые есть дешевые. Короче, если хотите, такие наушники можно взять для просмотра. Не дай бог, конечно, кто-то телевизор смотрит еще. Ребят, выключайте этот ящик. Я не смотрел с 2002 года. Для просмотра фильмов, для прослушивания авиакник и так далее. Как гарнитуру, опять же. Разговаривать по ним можно. Собеседника слышим. Собеседник нас слышит. И последняя вещь. Это Powerbank. Уж все, наверное, знают, что это такое. Этот выделяется тем, что он не металлический. Обычно делают из металла. Здесь же такой крепкий пластик. Ребристый. И самое главное, при нажатии на кнопку питания появляется емкость в процентах. Как на телефоне, на смартфоне. Мы проверили, как это Powerbank. Мы запомнили цифры, которые показывает он сам. Запомнили, сколько в телефоне было. Взяли телефон Redmi Note 4X. Батарейка 4000 мА. И, кстати, оба порта, они дают выход 1,5 А. Зарядил телефон, зарядился за 10 минут на 11%. За 30 минут с этого Powerbank он зарядился на 35%. То есть, считайте сами. В принципе, нормально. Учитывая, что этот Powerbank также стоит 23 доллара. Что, в принципе, нормально. Не скажу, что сильно дорого. И позволяет зарядить его через Type-C и через microUSB. Кроме того, еще имеет выход Type-C. Это, знаете, такие кабели есть специфичные очень. С двух сторон там обычный Type-C. Так вот, пожалуйста, здесь он есть. Если вы такой кабель вдруг у вас на Nexus'ах. На Nexus'ах новых такой был. Года три назад. Именно Type-C с двух сторон. Вот здесь он есть. Куча разъемов. А в остальном, знаете, ну такое нормальное впечатление оставляет. Огромный Powerbank. Повторюсь, они по-честному написали, что 20 тысяч. Там хитро все это рассчитывается. Грубо говоря, там на сколько? На 1,3, что ли, делить нужно. Они написали, что реальная емкость 12 тысяч. За что в моих глазах им респект и уважение. Поэтому, ну, как минимум, раза 2,5-3 ваш телефон, даже с большой батарейкой, вы зарядить сможете. На этом у меня все. Еще раз подчеркну. Мне понравились вот эти недорогие, но с неплохим звуком. Хорошие, удобные наушники. В ушах они удобные. Звучат неплохо. За свои деньги, конечно. Средне понравились наушники. Вот эти простейшие. Для музыки совсем никак, но для разговоров, для фильмов, для игр может быть вполне. И никаких отрицательных эмоций Powerbank у меня вообще не вызвал. Все хорошо и удобно. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.